Всем привет! С вами Эдгар и мой грёбаный видеоблог Масля от Эдгара. В этом видосе обзор на камеру LifeCam HD 720. Вот такая вот коробочка. Родителям купил веб-камеру, чтобы Батёк общался с планетой Земля, со своими друзьями. Прежде чем я отвезу эту камеру ему, я решил заснять про неё видео. Обзорчик, короче. Ну и на будущее я хочу свою камеру поменять. Смотрю, какая это камера. Если она нормально себя ведёт. Куплю себе такую же. Если не то, что надо, то возьму, наверное, что-то получше. У меня здесь, короче, вариант попроще стоит. У меня в ближайшем будущем будет 10 тысяч подписчиков. И в планах, когда 10 тысяч наберу, начну снимать прямой эфир. Общение с моими подписчиками. Так что жду от вас комментариев. Интересно ли вам общаться по прямой трансляции со мной. Если вам это интересно, прошу отписаться. То с 10 тысяч подписчиков я начну это делать. А для этого, естественно, мне нужна нормальная веб-камера, чтобы вы меня могли видеть. А не камера какая-нибудь, которая там зависает. И меня вообще не видать. Сейчас я вот... Так, вот эта камера, смотрите. Значит, всё. Называется она точно Live Cam Satellite HD. Короче, название пипец просто. Не выговоришь. Меня зацепило то, что тут идёт HD 720 камера. Автофокусировка. По-любому это нужная вещь. Это нужно смотреть. Потому что, когда вы от камеры вот отходите, приближаетесь, если камера не может автоматически сфокусировать ваше лицо, то вы при приближении будете такой размазанной. А это не очень прикольно. Качество камеры и дороговизна зависит именно от этой функции. Получается, насколько она там HD 720, 1020 и так далее, разрешение. И вот, когда я вот рукой двигаю, вот, например, на мою камеру, ну, у меня тут нормально навороченная камера, не веб-камера, а обычная, то вы же не видите след за моей рукой. А на веб-камерах, когда человек двигается, за человеком идёт след. Вот если вообще нету следа, то это максимальная качественная камера. Вот этот момент я ещё, когда подключу, мы проверим. Так вот, автофокусировка по-любому. HD качество. Потом тут такие функции есть. Вот, автофокусировка, кстати, 2-мегапиксельная. Видеокамера до 2-мегапикселей. Фотокамера 10-мегапикселей. Здесь есть функция ещё фотографии. Ну, 10-мегапикселей – это вообще отлично фотографии. Это на фотоаппараты стоят 6, 7, 8 мегапикселей. А здесь 10 мегапикселей. Ещё такая функция, на которую нужно обратить внимание – это цифровой микрофон с функцией шумоподавления. Это я, когда вам открою, покажу. Потому что, например, вот на мою вебке нету микрофона. И у меня отдельно подключается. Ну, я это ещё плюс записи всякие делаю. Хороший микрофон. Ну, в общем, если бы его не было, нужен был бы какой-нибудь микрофон с наушниками. А тут уже встроены ещё плюс шумоподавления. Это что, если там какой-то ветер шумит, вот чтобы свист и шум ветра не было. Отличная тема. Широкоугольный объектив со стеклянными линзами. Это для того, чтобы вы максимально могли себя по бокам ещё взять. Не только ваше лицо, а максимально вас видели. И функция Smart Face Tracking с четырёхкратным цифровым увеличением. Короче, приближение, всякие там, отдаление. Сейчас я вот открою. Посмотрим, что это за канитель такая. Не хочет открываться. Процесс открывания, конечно, это вообще пипец. Долго смотреть. Ну, естественно, тут идёт бумажки всякие, там диски и всё такое. Сейчас я открою. Блин, наупаковывали, конечно. Но с одной стороны, это хорошо, что есть такая отличная упаковка. Камера зато в целости и сохранности. Так, последний штришок. Убираем. Плюс этой камеры ещё в чём. То, что при подключении эта камера автоматически, короче, сама настраивается. Её не надо там настраивать, париться. Вот смотрите. Вот идёт получается. Вот HD. Вот это встроенный микрофон. Который, как там написано было? Шумоподавление. Вот он. Получается микрофончик с шумоподавлением. Это отличная штука. Тут сверху есть кнопочка, которая делает фотографии. Ну и, естественно, для удобства установки, короче, камеры на монитор. И USB подключение. Вот такая вот, короче, штука. Сейчас я попробую эту камеру подключить. Посмотрим, при подключении, какая будет реакция. Включилась. Соображает. Идёт установка программного обеспечения. Я подключил сейчас две камеры. Обе получаются. Вот. Вот смотрите, какая разница идёт. Сейчас подключена та, которую я вам показываю. Переключаю на мою старую камеру. Видите, я сразу помутнел и стал меньше. Сейчас переключусь опять на лайвкам. Видите, разница. Ширина больше и ярче. Видно всё лучше. Качество намного, короче, круче. Опять на мою предыдущего. Короче, получается охват по бокам у этой камеры маленький. Единственное, у новой камеры, лайвкам, она вправо-влево не крутится туда-сюда. Надо вот как-то её с ней сложновато. Нету такой функции у неё. Просто ставится. Но у неё получается охват большой. Вот, смотрите. И как бы её, по идее, достаточно. А вот эта камера, она вот ходит вот так вот туда-обратно. Ну, я думаю, сделали вот эту штуку только для того, чтобы как бы возместить тот момент, что она охватывает мало. И вот если человеку что-то надо показать, ему приходится поворачивать. На этой камере, в общем-то, поворачивать не нужно. Если уж вы хотите что-то там показать, может, чуть-чуть там, конечно, тоже. В общем, она по охвату намного круче. Так, ну, в целом, конечно, нормальная камера. По качеству съёмки и вот с зависанием тоже нормально. В общем-то, не зависает. Там мелкие всякие настройки ещё есть. Но думаю, я всё-таки буду покупать себе камеру покруче. Я посмотрел там по качеству, по ширине картинки. Есть намного круче вот камеры. Ну, для домашнего использования, просто чисто вот для скайпа, думаю, что вообще просто супер круче и не нужно покупать. Такая камера, короче, стоит, вот она, я её брал, 1590 рублей. Ну, тут есть даже зарисовка, то, что YouTube, Facebook можно использовать. В общем, для домашнего использования, по-любому, отличная камера покупайте. Думаю, не пожалеете. А то, что я хочу, те камеры идут, конечно, подороже и покруче. Вот такие вот, короче, делища. Так что всем пока. Подписываемся на мой грёбаный канал. Если, может, кто-то разбирается в веб-камерах, посоветуйте, какую мне камеру купить, чтобы качество было отличное. Ну, конечно, не супер там цена, чтобы была. Не там 10 тысяч, не знаю, но в пределах где-то 3-4, чтобы было. Всем пока. Всем привет, с вами Эдгар и мой видеоблог «Мысля от Эдгара». В этом видео я хочу рассказать, на какую камеру я снимаю все свои видео. Называется она Panasonic HCX800. Full HD. Сразу скажу, офигенная камера.